В школе объявлен карантин и четвероклассники Юля с Сашей к своей радости получили дополнительные каникулы. Старший брат Максим уже вернулся из техникума. Скоро с работы придет отец и почти вся большая семья будет в сборе. Не хватает только Риммы и Даниила. Ребята учатся в санаторном интернате города Тамот. Все дети супруги Третьяковых школьники, однако мамой им Елена стала 6 лет назад. Она самая лучшая, добрая. Она нас понимает, помогает нам с уроками. Папа тоже помогает. Он добрый у нас в семье. Семья Третьяковых носит статус приемной. Когда-то Елена с мужем очень хотели дочку. С маленькой Риммой и ее братом Даниилом они познакомились в детском доме. Так у Третьяковых вместо одного появилось сразу два ребенка. Чуть позднее Елена узнала, что у ее сына и дочери есть родные, брат и сестра. Вскоре к новой маме переехали Саша и Юля. О прибавлении Елена больше не задумывалась, но муж увлекается футболом. Вернувшись с очередной тренировки, он сказал жене, у нас будет еще один ребенок. Меня заметил друг мой и сказал, чтобы я играл в команде, где мой папа уже играл. А потом папа рассказывал про меня и мама узнала, что я такой есть. Почти год назад у Елены появился не первенец, но старший сын, 15-летний Максим. К родителям дети очень привязаны. Супруги стремятся дать каждому ребенку возможность в полной мере раскрыть интеллектуальный и творческий потенциал. Самое главное их учу тому, чтобы они никогда не забывали друг друга, что они самые, наверное, близкие, кто друг к другу есть. И самое главное еще в жизни добиться и быть человеком. С появлением старшего сына семья стала не только приемной, но еще и гостевой. Праздники и каникулы в доме Третьяковых проводят трое друзей Максима. Елена убеждена, даровать любовь и заботу детям, лишенным материнского тепла, означает выровнять их судьбы, поломанные однажды. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Дмитрий Заливин, НВК Саха, Алдан.